Это нарезка стрима с нашего твич канала, подписывайся по ссылке в описании. Ты мизогенист, типа, а это ты жена ненавистник. Вот, то есть сейчас без вот всего такого, а просто вот, короче, история. Я очень сильно любил девушку, я хотел сделать предложение, мы с ней провстречались 4 года и расстались с ней, ну, она поступила некрасиво, там было похоже на предательство. Я не буду ничего плохого про неё говорить, я не буду ссоры здесь было носить, но вот так вот. Чё-то было. Чё-то было, короче. И мне было ебанно так, ребята, я не знал, что такие звуки могу издавать. Когда вот мы расстались, короче, я не просто плакал, я ревел, как подбитый вепрь. Блять, вот из Игры Престолов, короче, вот эта вот тема, когда там король... Вепрят кабан. Да, вот, я как подбитый кабан просто, я не знал, что я такие звуки могу издавать. Стены просто оху**али. Я из них стекал. И, короче, суть в том, что я думал, что всё, что приплыли, короче. Потому что я не видел свою жизнь дальше без этого человека. И, короче, прошло время, соответственно, мы расстались в августе, в сентябре мы дропнули видос, вроде это был сентябрь, сколько стоит шмот московских модников, а может быть даже и октябрь. И этот видос на пустом канале, где 3000 подписчиков... Отправная точка. 3000 подписчиков, 3000 подписчиков на шмоте. Он залетает на 200 тысяч просмотров, сразу пятак. Полторы тысячи подписчиков, половина от 3000. На 50% просто за два месяца. Меня стали после этой х***ни узнавать на улице. Я не знаю, Дэн, тебе пишут, не пишут, короче, но я иду по своему району, я прихожу домой, смотрю, короче, уведомление, говорят, Андрюха, увидел тебя на Петроградке, но засал подойти, поздороваться, сфоткаться, короче. Нет, мне не пишут. Нет, ну кто-то меня видит явно, в метро меня видят часто, ребята, но я как бы не такой тип. Ну вот мне пишут, стабильно, раз в месяцок, у меня такое проскакивает. Меня стали узнавать на улицах, я такой, так, нихуя себе. Потом началась история какая. Раньше меня стебали за то, что я занимаюсь блогерством. Я посмотрел недавно свои первые видосы, это, конечно, мрак и угар. Вот, наверное, нужно сделать стремец, где мы, это самое, все мы искренне... Посмотрим видос Андрюхи, да. Да, 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 именно, и кринжуем конкретно. И меня стебали все жестко. Я просто с этим уже смирился, там мне мать говорит, Андрей, да ты какой-то хуйной занимаешься, мой долбоёб, туда-сюда. А потом у меня выходит подкаст с сексологом, который, например, смотрит моя матушка и говорит, Андрей, я от начала до конца посмотрел, а я это голосовое закидывал в закрытый канал, потому что уровень серотонина просто после этого голосова вот так вот... Это то, к чему стремится, мне кажется, каждый сын, чтобы ему, мать, такие слова записала. Я охуел, я такой, да, нихера себе. Я, короче, буквально на днях пришел в качалку, и ко мне подходит, короче, чел из параллели, с которым у меня были, короче, бифы постоянно. Он мне протягивает руку, говорит, Андрюх, я посмотрел твой подкаст с психологом, про психотерапию, короче, респект жёсткий. Я такой, ебать, что? И тут, короче, вот спустя время после этого расставания я попал в такую историю, где, во-первых, меня стали узнавать на улицах, во-вторых, меня стали признавать за мой контент, в-третьих, меня не просто стали признавать, старые люди, которые надо мной смеялись за спиной, стали реально кидать респекты. И следующий этап, со мной еще до вот этого прецедента, который я писал сегодня в канал, стали знакомиться люди, в том числе противоположного пола. И кто-то знал уже, что я занимаюсь этой темой, а кто-то, когда узнавал, интерес повышался. Я раньше думал, что, типа, если ты говоришь, что ты блогер или подкастер, или там реселлер 7 лет, типа, ну, ты можешь вот просто сказать, я блогер, и ты услышал, как просто створки вагины захлопнулись, вот так вот, все. Это финиш, ну, в моем случае, по крайней мере, с моим контентом, который я делаю. А сейчас это, типа, плюс в копилку. То есть, девочка, допустим, приходит ко мне в офис, где я записываю, значит, контент, чтобы меня дождаться, и мы пошли гулять. Она смотрит, как я с камерой работаю, она говорит, Андрей, я бы обосралась так, типа, делать, с нихера ты могешь. Я такой, да, вот так. У меня есть тысяч клиентов в продакшене, взрослых, там есть мужики 45 лет, есть тетеньки 35+, я их сажаю перед камерой, им нужно контент рассказывать. И они говорят, ну, Андрей, я же не ты, чтобы, ну, вот, уметь на камеру работать. Я такой, хуя себе. То есть, и идет признание от старших ребят, миллионеров, предпринимателей, которым мы делаем, ну, продакшен. И, короче, в чем суть? Я из чела, которого, ну, реально, стебали и чморили несколько лет за то, что он делает, превратился в чела, с которым сейчас из-за этого контента знакомятся. Это происходило только из-за веры в себя и Башилова, больше ничего. Вот, ну, из-за близких людей рядом, которые поддерживали. И, короче, мысль в чем? Мне не дает покоя эта хуя, вот, которую я хотел с тобой обсудить на стриме и с ребятами. Это все начало происходить ровно после того, как я расстался с девушкой. И вот прямо, вот ровно, хотя у нас были замечательные отношения, все было четко, и она мне говорила, я, короче, очкую, что мы с тобой расстанемся, и у тебя все попрет, типа. Я такой, что ты очкуешь? Я такая, ну, вот так вот. И это происходит, короче, и мы расстаемся, и начинается рост, начинаются совершенно другие бабки, начинаются совершенно другие люди, начинается вообще пиздец. И я вот сейчас вот это все говорю и думаю, ебать. А она что-то чувствовала. И вот сейчас уже спустя, там, почти год расставания, до меня доходит. А что, если, как бы, человек изначально понимал, что нам там с ним не по пути? Если там он изначально, короче, какие-то вот мысли такие затаивал? И это, блядь, сказывалось, ебать, на росте. Это точно сказывалось на росте, Андрюх. Тут можешь дальше, типа, на самом деле, даже не продолжать, потому что, ну, типа, я не останавливаю тебя, вот. Я тебя просто перебил. Но я имею в виду, что это точно так, потому что, если ты останавливаешь человека, то, если он не сильный и не готов дать тебе отпор, он установится. Ну, типа, это факт. Если человек говорит, на, там, мне больше не надо, а, мне, там, и с милым в рай шалаше. Расслабляется. Совместно с Дэном Ложкиным и нашим списком проверенных продавцов, которые за все это время существования вырос раза в три, просто как на стероидах, мы запускаем второй в истории наших каналов GIF. И GIF настолько, блин, огромный, что я не могу запомнить все призы, которые там есть, потому что там 25, 25 призовых мест. Шанс выиграть просто невероятный. Проходит в нашем телеграм-канале. Давайте я вам сейчас зачитаю, какие у нас есть призовые места. Первое, это свиншот Стон Айленд с кепкой новой, Томми Хилфигер. Второе место, это либо 100 фунтов, это 10 тысяч рублей, либо пара на заказ с одного очень популярного сайта. Третье место, это Авершот Маструм. Четвертое место, это кепка Сипи Компани. Пятое место, это футболка Сипи Компани. Шестое место, это футболка Барбур с лисой. Седьмое место, это свиншот Альфа Индастрис. Восьмое место, это шорты Ральф Лорен. Девятое место, это зипка Элис. Десятое, одиннадцатое место, это по паре джинс от нашего бренда коллеги Лоудинг. Бренд такой российский. Двенадцатое место, это Худи Лайл. И с тринадцатого по двадцать пятое место у нас месяц подписки на наш офигенный закрытый клуб Логово Бандерлогов. Это просто че такое? Такого не было еще в истории Гива в Телеграм-канале. Очень просто. Переходишь по ссылке, подписываешься на наших продавцов и на нас с Денисом, и все, ты участвуешь. Гив продлится ровно месяц. С двадцатого мая по двадцатое июня. Очень важно, после этого Гива, скорее всего, будет еще один, более ожирный. Поэтому в любом случае, подпишись, мы тебя очень сильно ждем, продолжаем просмотр ролика. Вот, вот, прикинь, какая тема. Ну, и то есть, я сейчас, у нас есть общие друзья, я в курсе ее личной жизни. Я в***ю, что там происходит, потому что я думал, что этот человек вообще мои взгляды по жизни разделяет. А там вообще полная противоположность. И мысль в чем? Очень трудно это целое искусство понять, с тобой человек искренен или нет. Я четыре года жил в ощущениях того, что мы с человеком разделяем одни и те же ценности, мы с ним поженимся, захуяем много-много детишек, короче, у нас будет загородный дом и так далее. Я буду счастливым семьянином, потому что у меня семейные ценности исключительно консервативные. А получается, что все это время, короче, человек рядом со мной просто передо мной, ну, типа, стелился. Не спорил со мной, что просто там не сраться, короче, и делал вид, что разделяет мои ценности, когда на самом деле их не разделял, и сейчас это видно стало. И получается, что вот это вот такая, если говорить на таком инфопредпринимательском жаргоне, высокие вибрации и низкие вибрации. Человек, который притворяется, пи***, типа, и обманывает себя, он, ну, прямо тяжелый. А я этого не выкупал. Тяжелый, конечно. Я такой думал, ну, блин, ну, вот так вот, типа, все нормально. А я, как бы, живу по совести стараюсь. То есть, типа, ну, все ребята, которые с мной соприкасаются по работе, мы стараемся даже договора, если я, типа, этому знакомый, я не подписываю, как бы, ни с кем бумаги. Потому что все ребята знают, что если Андрюха сказал, он, короче, сделает. Исключение сейчас, типа, составляет, что мы обелились, и мы обязаны по закону писать бумаги. Если бы мы по закону не были бы обязаны подписывать бумаги, я бы этого и не делал. Потому что у меня есть мое слово, и оно весит. Че-то. Оно имеет вес. И я так, как бы, живу всегда. И получается, вот, смотрите, да, отклеивается человек сам. По ее инициативе мы расстались. Сам отошел из моей жизни. Это все ушло, я пострадал пару месяцев. И просто. График 45 градусов. Вот так вот. Там, как бы, ну, типа, есть чуваки, которые годами продвигают свои телеграм-каналы, у них 50 подписчиков не наберется бесплатных. У нас с Дэном 75 человек, которые ежемесячно платят за контент, потому что там есть за что платить. Это импакт на общество мужское. Пи***ц. Просто пи***ц. Вот Эрик Психоделик, кстати, это человек, когда мне было ху**о, он со мной набрался, мы с ним пи***ли, я ему говорю, я хочу грустный рэп про телочку записать. Он такой, братан, подогнал мне чела в Питере. Мы с телом встретились, короче, мне все по-братски сделали, написали биточек, я записался, свелся. И тот клип, который мы смотрели пару, это самое... Требов назад. Вот, 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 вот. Это клип, который, возможно, стал благодаря, вот, Эрику чисто. И, короче, эта мысль какая? Я пока не выкупил это искусство, как осознать, что рядом с тобой человек не искренен. Потому что, ну, типа, я думал, как, когда мы с ним начинали встречаться, я вообще был, ну, ни кем. У меня была эта бородка, я в закрытый телеграм-канал и в открытый тоже постил, типа, 19 лет и 23 года, ни ху**а разница. Смотрите, какая тема. То есть, я 4 года жил в парадигме, что, ну, у меня реально ху**а не было. Как это, как поговорка, как у латыша за спиной ху**а до душа, типа. Все. То есть, у меня, как бы, 7 тысяч доход в месяц, у меня жидкая бородка, которую вы видели в закрытом клубе и в открытом, типа, шпатовском канале. И я, у меня депрессуха, типа, я столкнулся с таким ху**ом в жизни, что, ху**а, она была все это время рядом. И я думал, что, ху**а, все четко. Что это, короче, союз надолго, если не на всю жизнь, то очень надолго, потому что мысль прям с нуля. Я думал, что вот, всем настибутся, типа, за то, что я делаю. А вот она в меня верит. И сейчас позиция какая? Сейчас обратная позиция. То есть, со мной знакомятся люди, понимают, чем я занимаюсь, видят, типа, клиентов моих, короче. Видят, что я постоянно, типа, на телефоне. У них какой-то имидж образовывается, особенно у девочек. И у них подключается, ну, такой, типа, интерес материальный. Шкурный, я бы, нас был интерес, если можно так выразиться. Если что, осуждаю. И тут вот уже обратная штука. Когда уже у пацана все прет, и это видно. И он, как бы, излучает эту вот стабильность, типа, все такое, короче. Готовность и ответственность брать. Поверить очень просто в него. Тут труда не нужно, чтобы, типа, бать, че, уеду? У него есть амбиции, у него есть будущее, я с ним что-то построю. То есть, я раньше думал, что, ебать, нужно с нуля, короче, взращивать отношения. Когда вы из одной точки, типа, стартуете, вместе развиваетесь, тогда все честно. По итогу я обосрался с этой теорией, я это признаю. Типа, ну, вот я послал жестко причем. Вот. Но как дальше, пока не знаю, короче. Потому что, где эта грань, да? Я не научился это чувствовать, то есть. Я сейчас понимаю, что я иду один, и вот вокруг меня, вот, мои близкие, Дэн, Радик, мои ребята, Семен, моя, это самая команда по продакшену, там, 25 человек. Они все получают зарплату, у них у всех работы много, мы зашиваемся, пиздец, от работы. Это, вот, моя семья, пиздец. Там все честно, прозрачно, понятно. Саморазвитие, заработок денег, карьерный рост. Как бы я могу разложить на макромолекулы это все? Как сделать случаи в отношениях? Я не знаю. Я, наконец-то, запустил свой закрытый клуб. Это уникальное мужское комьюнити, вступив в которое, ты получаешь ранний доступ ко всем закрытым сейлам шмота в народ. Они будут проводиться раз в 2-3 месяца. Сначала мы будем давать ссылку именно в закрытый канал, а потом уже публиковать став в открытый. Постоянная дополнительная скидка в 10% на одежду в шмоте в народ и 50% скидка на услуги стилиста, то есть мои. Еще там будут скидки на услуги моего креативного агентства. Персональные скидки от наших проверенных продавцов. Их будет очень много. Подборки скидок с маркетплейсов и сайтов брендов. Разборы гардероба по факту. У нас есть стримы с разбором гардероба, но там мы стебемся. В нашем канале будут разборы именно фактологические. Конкретные схемы заработка на сотрудничестве с моим креативным агентством и шматом в народ. Зарабатывать можно спокойно до полумиллиона в месяц. Уникальные публикации от меня про заработок, женщин и предпринимательство. Гайды по стилю, тренировкам и здоровьям. Записи с моих выступлений, они вообще-то платные для узкого круга предпринимателей. Материал, который нельзя постить по правилам ютюба на ютюб, поэтому мы его заливаем в телеграм-канал. Еще дополнительные материалы с роликом, которые будут храниться тоже в этом канале. В этом канале сильная комьюнити с чатом для общения, закрытые прямые эфиры как соло, так и со звездными очень полезными гостями. Еще от моего агентства Ишмотам мы будем в 2024 году снимать обучающие курсы по монтажу, съемке и стилю. Вот в канале они будут лежать либо бесплатно, либо по огромной скидке, это пока не решено. Изи Шмотка вернется и будет проходить именно в этом канале. Кто помнит, тот помнит, что это такое. Небольшие конкурсы и раздачи внутри самого канала. А если ты продавец или владелец бренда, то вступив в этот клуб, ты еще получаешь дополнительное участие в сейлах, скидке на рекламу и участие в наших скидочных программах. Теперь о стоимости. 500 рублей в месяц, которые отбиваются сразу после подписки за счет той пользы, которая там есть. И вот на сдачу к этому ты дополнительно получаешь следующие вещи. Новое окружение, новый майнсет, офигительное здоровье и дополнительный заработок, который может приносить тебе больше, чем основная работа. А первые 20 человек, которые оформят подписку, будут упоминаться в каждом ролике на канале Шмот в народ и Андрюха Бондарев нашей благодарностью и никами на экране. Стань частью истории и присоединись к легендарной движухе. Ссылка на клуб в описании и в закрепленном комитете. Это не самая простая опция. Ну, приезжай в воскресенье, снимем ролик. Вот так вот, ребята. Поэтому такие мысли, короче, но оказывается вот что. Что, как это, кольцо Соломона, которое он крутил, да, вот так, все пройдет. И это тоже. И когда что-то кончается, что-то, естественно, начинается. И я когда думал, что мы с девушкой с моей расстались, я думал, что я, короче, все, уже не игрок. Что нужно ливать сервера в GTA RP. Вот, оказалось, оказалось, что, ебать, все самое охуенно, только впереди, и мы только, и мы только начали. Я вам расскажу историю тогда. Я не знаю, кто-то вообще знает, как, вот у меня кольцо на пальце. Но вот это, вот это, вот это, это моя жена. Моя. Потому что это тот человек, это тот человек, с которым не просто комфортно, а с которым комфортно дальше вперед идти. И важно, чтобы в семье были общие цели. Потому что, если цели нет, это хуйня. Ну, типа, вообще, ну, они могут быть любые, на самом деле. Они могут быть даже, они, знаешь, у меня есть понимание, что цели могут быть и должны быть крупными. Типа, знаешь, вот, там, типа, развитие, владеть новым каким-то навыком, да, что-то вырасти и так далее. Но они могут быть и простыми. То есть, это могут быть маленькие цели. Потому что, например, каждый человек разный. То есть, типа, Андрей, это Андрей, я, это я. Там, моя жена, это моя жена, там, моя мама, это вообще другой, там, человек. Бабуля тоже, там, другая. Но просто прикол в том, что мы, как бы, все разные. И у каждого разный запас внимания, у каждого разные желания, интересы. Мы можем сходиться в точках соприкосновения. Как вот мы с тобой, Андрюх, помнишь, разговаривали? Что самое важное, вот когда ты подкаст со мной записывал. Самое важное, это общая реальность. Чтобы у человека была общая реальность, чтобы мы жили, как бы, в одном мире, блядь. И цели можно ставить маленькие. Но просто прикол в том, что, вот, ты говоришь, как бы, я сейчас понимаю, что меня никто не останавливает. Меня наоборот, типа, даже когда я такой, я, типа, что-то... Она такая, ну-ка, встань, нахуй, запиши видео, блядь. Типа, я такой, она такая, не надо было браться, если, блядь, лень. И я такой думаю, а, сука, я вот тут, я не могу спорить, честно говоря. И прикол в том, что у меня же был брак еще до этого. И я об этом тоже, да, как бы, кому-то говорил. Но вот у нас, наверное, новые люди на стриме. Значит, я говорил о том, что у меня был брак. И я не могу сказать ничего плохого про того человека, с кем я был в браке. Типа, было в какой-то момент, то есть, типа, тогда это казалось нормальным. Тогда это казалось правильным. Тогда это казалось, вот как ты говоришь, начали вместе, блядь, институтно. Прошли через все эти сессии, блядь, защиты дипломов, там, блядь. Купили там, типа, недвижку, все такое. А потом ты думаешь, блядь, ну если ты просто бодался, блядь, я 7 лет, просто бодался, блядь. Я, это был вообще, как бы, немой человек изначально, блядь. У нас вообще все было разное, но ты такой, типа, я вот с этими советскими вживленными историями, типа, И вот с таким вот, и вот с таким вот опломбом, блядь, чтобы сжатыми булками максимально, чтобы... Да, чтоб ты ненавидел этого человека, но жил, блядь, вместе, потому что развод это грех, там, ну условно. Вот. И типа, это мнение надо поменять. Надо своего человека искать, найти, если ты действительно хочешь, я могу тебе помочь, но... Ну, у меня просто есть инструменты для помощи вообще. Просто надо своего человека найти. Пусть это займет какое-то время, но именно своего. Не чтобы, блядь, бороться, там, бодаться. Тело, это тело. Рожа может быть разная, красивая, страшная, знаешь. Для кого-то и ты урод, и я урод. Ужасный какой-то, да? Вот. Поэтому, ну, что поделать? Да, тело не решает, решает вот здесь. Пожга. Короче, смысл в чем? Я раньше был жестким консерватором, еще более жестким, чем сейчас. Я был прямо, типа, очень близок к паутинке на правом локте. Вот. И все в таком духе. Очень близок. Я весел 90 килограмм, у меня был эрокезик, блядь, я жал там соточка плюс. И я был таким, типа, бабаем, нахуй. Вот. И, короче, я думал, что непросто у меня будет одна девушка на себя. Она будет невинна и чиста. И что, вообще-то, белое платье, вообще-то, белое платье на свадьбу умеет надевать только девушка невинная. Потому что поэтому и белое платье. Цвет невинности, типа. Вот у меня была такая позиция в 17 лет. И обе мои девушки, первые мы с ней просвещались с 3,5 года, со второй 4 года. И та, и та была, типа, вот как вот, как вот консерваторы завещают, староверы. То есть, я был у них первый, все было четко. Я вам хочу сказать, что эта идея полностью провалилась. Как этот, как Стрелков Гиркин. Полностью провалено наступление на женский фронт. Полностью. Вот. Объясню, почему. Когда ты берешь девушку, у которой до тебя не было опыта, ты обречен на провал, братишка. Более того, если ты сам вступаешь в отношения, и это твой первый опыт, земля тебе пуховиком за нордспейс 700-й набивки, братанчик. Это просто будет пи***ц. Это будет, это будет, как из твоей мемы. И я стрелял, и в меня стреляли, и я подал в лужу, нахуй. И пи***ц. Короче, это не так работает. Мы сейчас живем в условиях торгово-рыночных отношений. И эти торгово-рыночные отношения распространяются вообще на всю. На все сферы нашей жизни. В том числе на сферу знакомств и отношений. У меня знакомая снимает, меня звали в это шоу, но я просто кринжанул и не пошел. Короче, шоу со знакомствами. У нас есть дохи***ща всяких приложений, там, Твинби, этот самый, Тиндер, аналоги, где ты, типа, как на Авито листаешь полуфредпери, который хочешь купить, это такой, типа, а, нюанс в виде дырки, а, размер не тот. Ты можешь свайпать партнеров. Типа, там карты, там то же самое, что карточки товаров во Вконтакте, только с людьми. Вот, 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 это, вот, вот это про то. Мы не можем вообще в принципе строить такие староверческие отношения, когда ты первый и навсегда, и на всю жизнь, находясь вот в таком, вот в таких условиях. Это капитализм, детка. А еще у нас есть... Я не совсем согласен тут, Андрюх, объясню почему. Ну, типа, понимаешь? Давай так. Я сейчас не говорю и никого не защищаю. Причина, причина, это не люди вокруг, это причина ты сам. Ты сам, как человек. То есть, если, например, у тебя не получилось сопределенно... Ну, это как, блядь, ну, это, это животные, животная хуйня. Знаешь, типа, сколько таких преподавателей, типа, которые, знаешь, приходят из школы какой-то работать, да, например, к нам, и у них, блядь, у них просто... Я, я не могу, я не могу написать, а вдруг меня в... А я, я не могу постоять за себя, вдруг меня позовут к директору, ну, условно, условно, да. Ну, то есть, типа, и здесь то же самое, как бы они причина, не кто-то вокруг них, ты причина. То есть, если у тебя, например, там не получилось, типа, вот с этой женщиной, да, невинной, два раза, да, это не значит, что, типа, ну, какая-то проблема, типа, вопреченности на провал других людей, потому что у других людей может быть абсолютно другой опыт, абсолютно другой, вообще. Так я... Все люди, все люди разные, ну, типа, не, просто ты так сказал, типа, обреченно провал. Смешно, в моменте, разъебно пиздец, но, по факту, если подумать, типа, у каждого же своя хуйня, типа, кто-то обречен, кто-то нет, может быть так, может быть, по-другому. Я же не говорю, что у всех так, вот у нас там Лайли пишет, что у него вообще наоборот, ребенок растет, и все четко. Я, конечно, могу сказать, что, если бы в правиле не было исключений, то это хуйевое правило, и что исключения есть, всегда. Я не говорю, что это всегда так, я говорю про свой опыт эмпирический и эмпирический опыт моих близких. И, ну, практика показывает, я не говорю, что, типа, нужно ебать все, что движется, и развегать ноги перед всем, что движется и стоит. Я говорю, у меня другой посыл. Посыл в том, что сейчас мы живем в эпоху, когда предложение кратно превышает спрос везде, хуйня. Сто процентов. И, типа, это, короче, две стороны медали. Если ты влетел в отношения, и вы уже, как бы, долго в этих отношениях, и это вообще, там, твой первый партнер, ну, это так работает мир. Я уверен в том, что, ну, даже если ты супер верный, супер охуенный чел, или, там, девушка у тебя, там, супер верная охуенная, все равно будет такое, типа, как по-другому? Не потому, что кто хочет там изменить, или что-то такое, просто, типа, как по-другому бывает. Это как вот, типа, интересно в другую страну съездить? Интересно съездить в другую страну, ну, посмотрите, как это выглядит. Андрюх, ну, это, подожди, ну, это, это не у всех так работает. Так я не говорю, что это у всех так работает, я же за себя тут базарил. Ну, все, базар. Ну, ты говоришь, я сто процентов уверен, я сто процентов уверен, ну, я же про себя. Ну, так я про себя сто процентов уверен, короче, а про других... А, ты про себя сто процентов уверен, ладно, все, я тебя понял. Я ошибся, я погоден раз ошибиться, типа, вот эта, вот моя позиция искренняя в том, что, я, короче, Вот девушкам не нравится это сравнение Поэтому девушке, если есть на стриме, закройте ушки Но я, сука, это сравниваю с машинами У меня была мечта Я мечтал о Мерседесе ГЛС Мне мой автоподборщик, мой близкий друг, говорит Андрюха, ты долоблёб Ты вот так на эту машину, типа, мастурбируешь? Извини, за мой французский А ты в ней хотя бы раз сидел? Я такой, нет, не сидел Говорит, выбирай день, я тебя беру подмышку И мы с тобой едем, типа, в автосалон Я приезжаю, я посидел, сука, в ренджах В паршах В аудюхах, блять В Мерседесах Я сажусь в этот Мерседес ГЛС Он, сука, дедовский Я сел, и я понимаю, блять, так у меня вайб такой, будто я у батя взял тачку А там она огромная такая И там, типа, разъём для диска Там такие кнопки, типа А это вот машина именно того года, который я хотел И я такой думаю, блять Накубался Мы уже собираемся уходить И тут я подхожу случайно к машине И начинаю, ну реально, как дурачок смеяться Когда вот увидел девочку, вот в детстве, вот Первая любовь, 14 лет И ты её видишь, и ты такой И ты не можешь сдержать, типа Ничего не можешь Вот это вот эмоции из тебя прут И ты такой, типа И ты сразу и всё И ты расплылся И ты такой, и ты не знаешь И ты даже вот не знаешь, как вот себя, типа, найти Вот в этом пространстве сейчас Я прошу у менеджера ключ Мне дают ключ Я пикнул Я вообще вот так, типа Я к ней подхожу, у меня мой Он говорит, Андрей, ты что, влюбился, что ли? Снимает меня на видео А он мне снимает на видео Я, блять, с камерой работаю Пять лет И я говорю, не, ну типа Ну что ты снимаешь, типа Я застеснялся, блять Я реально, я такой, пиздец Я говорю, у меня сейчас У меня ущетки Красное лицо, я вижу Это пиздец Я в эту машину сел И я сразу прочувствовал габариты Я сразу Я всё понял Я всё понял Я вам клянусь Я бы никогда в жизни Не подумал Что этот автомобиль Меня привлечёт Я его видел на дороге Я думаю, блять Чё за хренья? Я увидел машину Которая полностью отвечает Моему лайфстайлу Моему возрасту И подходит, в принципе, по деньгам По обслуживанию Там я У меня уже появились там знакомые Незнакомые Которые-то всё И это произошло Почему? Потому что я Съездил И посидел, сука В каждой машине Которая могла Хоть чуть-чуть меня привлечь Хоть чуть-чуть И Вот этот пример Красивый Девочкам Вообще не нравится Потому что я его экстраполирую И говорю Ребята А как вы можете Говорить о том Что Я это понял Потому что я пришёл Пощупал И посидел В этом во всём Теперь смотрите Пример У меня за Почти год расставания Было энное количество Дам И это вообще разные Они все Они все Реально разные Там разные сценарии С каждой С одной мы там В Египет поехали С другой мы работаем Вместе Третья Вообще Со мной переспала Потому что я друг Радика Там всё разное Вообще Всё разное И вот Я раньше думал Когда встречался с девушкой Четыре года Что Я знаю что хочу А сейчас Я такой думаю Так я не знаю Чё хочу До конца И мысль как бы в чём Мысль в том Что Очень трудно Говорить даже О теме Половых каких-то Отношений Сексуального просвета Когда у тебя Было мало в этом Опыта Ты не знаешь Как бывает